Боже, будь милостив ко мне, грешный. Создал мне Господи, помилуй. Боже, если грешил, Господи, прости меня, грешный помилуй. Освети дары, посылаемые Тобой словом истинной молитвы. Научи нас помнить об этих днях изобилия, в одни скудости, когда ради пищи тлены многие отрекутся от Тебя. Укрепи нас ныне, Господи, и сердце исполни благодарностью. Тебе слава, аллилуйя, вовеки веков. Аминь. Прося, когда ударил колокол, ты где была? Ты шла шагом. Туда и обратно бегом. Бегом, соседи, вот так. Даже эти шаги пробеги. Колокол ударил, всем бежать, безразлично. Больные могут лежать. Самые последние новости. Дорога разбита, проехать нельзя. И поэтому маршрут меняют, и сейчас разговаривал, поеду через Корченый. Это, видимо, будет завтра. Сегодня ночью обязательно встречать Виктор Николаевич. Два-три телефона заряди. Абсолютно недопустимо. Я проспал или нет? Нет, значит, не ложись спать. Встречать на своем ряду. Четыре километра. Кто едет, не знаю. Могут с детьми быть. Едет, видимо, Жовнерова сегодня, Нина. Валентина Стартисон из Германии. Это наши друзья, которые приняли здесь Крещение. Обдумать здесь, где принять. В среди ночи приедут они. Ясное дело, уже никто тут не будет кормить. Если пожелает, на кухню заведете. Заранее посмотрите, где есть, всех сместите в одну сторону. Если два места есть, не так, что одно вверху, а внизу. В одно место. Ночью принять здесь. У нас будут еще люди, не нашего круга, могут приехать. Звонили РИО Новость. Это российское информационное агентство. Центральное. Могут быть фотографы. И могут быть даже корреспонденты, журналисты. Но это я не знаю как. Это через поезд. Встречать, это, конечно, непросто. Они говорили, хотели, но сегодня мы созвонимся. И все время, где будете, молите, об этом говорите. Остается у нас нерешенный вопрос с пирсами. Нужны добровольцы, которые не боятся никакого мороза. 15 градусов сейчас. Так, Аниса, а ты маленький. Мы пирс сделаем так. Вот они провели, сколько есть. Теперь дальше-то как? Сваи забивать же не будешь, когда тебя по горлу, надо кувалдой забивать. Как ты сделаешь? Мы берем рамку кровати, на которой спят взрослого-то. Ну, это два метра. Двое ее там держат. Заходят подальше-то. На нее бросают доски. По этой проходят, подтаскивают сваи. И теперь уже отсюда они держат, сбивают сваи. А сваи забили, теперь поперечен, но их бросают доски. А промежуточные тогда уже легче. Первый раз у нас такое случилось, что пирс полностью разрушен. По всей вероятности осени было мало воды. А потом, когда застыло, вода поднаперла, лед поднялся. А лед поднимается, его там ничем не удержать. Это мощнейшая сила, ну, которая рвет любой сосуд, железо, где, знаете, застыло. Хоть что там будет, чугун любой разорвет. И поэтому вырвало со сваями, их нельзя было, они так были забиты. И разнесло, и неизвестно еще, где мы найдем, в камышах они. Ну, сегодня четверг. Мы почти вплотную подошли. Ну, и в первую очередь я обращаюсь к тем, кто приехал креститься. Потрудиться надо будет. Если болящие где-то какие-то, никак. У нас есть чем, если простынете, мед, заварки, травы. Сразу вас на больничный режим переведем. Но это не лежать. Вам дали выпить, и опять за работу. Вы попали в хорошее место. Вам дремать не придется. Команда почти составлена ехать. Для меня это второй нерешенный вопрос. Я сегодня подсчитал средства. Очень много говорят они о повышении цены. Это все может быть на бензин. Тысяч сто надо будет собрать дополнительно. Запасные, чтобы у них были с собой. Меня там нету. Но Александр Сергеевич Марьясов главный будет смотреть за деньгами. В разных местах хранить. Я покажу, где можно какой-то вещок создать. Потому что все может быть. И чтобы об нем знали все, кто едет. С одним, что случилось, с другим. Один, чтобы знал, где взять. Я когда ехал, я главный финансист был. Поэтому я в четырех-пяти местах хранил. В разных местах. Если в одном погибли, в другом осталось. Часть денег всегда хранить при себе. Если что-то случится с машиной, машину украли. Ребята, чтобы было хотя бы на поезде добраться. Это надо заранее обдумать. Ну, а тут молитва, молитва будет общая. Вы, конечно, едете без меня. Это автор, крики, тут и говорить не надо, как принимать. Но мы будем молиться. Сопроводительные документы. Где нас принимали. Благодарность от патриархии. То есть, огромная пачка документов. Где вы были. У нас есть что сказать. Ну, и самое главное, это молиться. Как заходить. Заходя, допустим, мы приехали в город. А в город приезжаем. Приехали, ну, без высоти или шесть. А библиотека закрывается в пять. А мы такую даль ехали. Все, шабаш, делать нечего. Остается покидать это место. Ближайшую лесополосу искать. Углубляться, скрыться где-то. И готовить ужин, утром встать. И к этому времени подъехать и найти. Но нас Бог обильно благословлял. Мы заезжаем. И надо спросить. Где есть библиотека? Вот останавливаемся, первый какой-то там дом. Проехали сколько-то. Давайте остановимся. Спрашиваем. Она говорит, а я библиотекарь как раз. Это так нельзя, так не бывает. Совершенно с какой-то стороны заехали. Мы не знали, где библиотекарь ездит. И прямо к ней в дом заезжаем. Она нас принимает, угощает. Она говорит, что сейчас все закрыто. Мы оставляем у ней книги. Она расписывается, дает нам документ. Да мало того, просит еще там провести беседу с ее мужем. Который очень ласковый, хороший. Но бывает иногда навеселее. А ей нужно, чтобы был всегда муж трезвый. Я говорит, не могу ничего сделать. А может вы его пробьете там. А он перед нами расстилается. Буквально мужик. Да подождите, мы не можем уехать. Он за стол нас тянет. У нас такие были нештатные ситуации, что когда раскатываешь, Ну, некоторые люди не верят. Ну, заливает старик, что попало. Но это так. Именно так. Мы ищем город. Город, настоящий город. Нам нужен библиотекарь. Мы приехали не вовремя. В воскресенье библиотека закрыта. Но мы каждый день должны проехать 5 районных центров. 5. Мы берем 25 экземпляров. По 5 каждый день возвращаемся, загружаемся. Они за 4 заезда за месяц могут, если у них так же будет успешно, как у нас. И далее. Подметает все, что есть. И даже в Москву не заезжать нынче. Там вам делать нечего. Объехать вокруг. Александр Сергеевич. Да, да, да. По обводной. Не на Калугу, а дальше по навигатору. Мы все адреса, телефоны вам дадим. Но заранее надо звонить, чтобы хозяин был дома. Если нет, там придется изыскивать как-то, чтобы проникнуть в склад, где у нас хранятся книги. Как их собирать, как что, мы проинструктируем полностью вас. И только что-то такое, чего и у нас не было, с вами случится. Ну, представьте, полная поломка машины, полная остановка в Швеции. Мы не знаем, как попасть в Европу. Мы с грузом едем. Вообще было... Я даже не представляю. У меня в жизни мне никогда не было так. Никому мы не нужны, никто не знает. Покинутые леса, несутся рядом машины, а всего она небольшая дорога. Как мы ночевали, как молились. И нашлись люди, которые сами остановились, расспрашивают вначале. А дальше уже одно к одному. В доме где-то вдали увидели, пошли к нему. Там хозяин уезжает. Минуту позже он бы уехал. Он разговаривает с нами. Кто мы такие бородатые подошли два? Он, может, за свою жизнь боится. По-русски говорит не знает. По-английски говорит не знает, а сам понимает, оказывается. А он в это время говорит, ну я сейчас узнаю, что тут. А сам звонит в полицию. Представьте нашу ситуацию. А нам как раз полиция-то и нужна. Это Господь это делает. Вызвали полицию, а полиция там маленько не так работает. Они в первую очередь думают о том, как нам помочь. Проверили документы. Так, деньги есть. Спрашиваем, деньги у вас есть, нет? Мы говорим, есть. Так, 350 евро найдете, вас до ближайшего пункта довезут. Он уже договорился, полицейский. Ну и все. Теперь проходит какое-то время, подъезжает полицейская машина, не останавливаясь, завернула со всех сторон, осмотрела все и уехала. Действительно ли машина тут такая есть? Второй раз полицейский подъезжает, все, начинается полная проверка. Немного погодя, приезжает так, 20.40, приедет эвакуатор. Эвакуатор приезжает, так, деньги на кон. Понимаете, если бы денег не было, никогда не выскакивай. Денег бы не было, значит, ничего и не было. Теперь нас везут, а мы все снимаем. А дальше, дальше найти русских надо где-то. И нам Бог так открывает, что все механики вывалили оттуда из сервиса, в одном сервисе там занят, в другой перевели. Они осматривают машину, ничего не могут сделать, разводят руками. Что? Никак. Показывает машина дохлая. Ничего нет. Виктор, продолжи дальше. Капут, слово он произнес. Я с детства знаю, Гитлер капут, двигатель капут. Выйди. Как искали русских-то? Через тебя же мы на русских-то вышли. Послушайте внимательно. Это просто удивительная милость. Там был один швед, такого представительного вида, лицо такое чистое, взгляд открытый. Запомните, что? И мы воды набрали, именно через него он показал, где нам воды набрать. Ну, вот и вода. Попутно скажу, пили воду во всей Европе, по всему Союзу, не кипяченую, и никто не заболел. Почему? Святая вода и молитвы. Какую силу имеет святая вода? Иногда брали такую, а колонас стояли, не берите, у нас вода плохая, не берите. Мы берем ее, она как будто там вот, с кулак больше, в стакане развели глину. Одна глина, коричневая вода. И мы ее пили. Ни один не заболел от Тихого до Атлантического океана. А ты что-то говорит? Нет? Да. Дальше. Ну, вот к этому человеку я и подошел и на своем сильно ломаном английском сказал, где русские люди, спросил, с кем бы можно было поговорить по поводу поломки машины. Он звонит и тут же трубку дает, вот как будто мы с ним знакомы давно. И там по-русски, ну, русская, женщина, говорит, спрашивает, кто вы такие, я сказал кратко, и нам, говорю, надо помочь, чтобы переводчика нам нужно сюда, а то мы не можем общаться-то со шведами, с этими, с лесарями-то, Которые от них не знают. Да. И она хорошо, и через час или полтора, или прошло время, и подходит, таких Господь помощников дал, что как, ну, друзья наши стали. Я попозже скажу, мать-то Надежда, а это Людмила. У меня жена Надежда, у батюшки Людмила, легко запомнить было. А у нее муж швед, и они приехали, и тут все началось дальше. Ну, дальше мы с ними стали беседовать, и они нам помогли переводить. Ну, дальше уже что, зашел разговор, как нам быть. Брат Николай предлагал самому ехать ему за деталями, раз он в этом разбирается. Куда ехал? В Россию, в Калининград. представьте, и Швеция за деталями. А мы бы здесь пока остались. То есть разные варианты. И, по-моему, Надежда сказала, что вот здесь же порт недалеко, то есть на эвакуаторе нас можно туда оттащить и переправиться, поломанная газель. Через Балтику. Да, через Балтику. И дальше уже в Калининград. Нет, Калайпеда, Литва. Калайпеда, да, а потом уже в Калининград. И вот этот вариант мы обсудили, нашли, что он самый такой хороший в данной ситуации. Я вставлю здесь следующее. Калининград. Это в 12-м году было. Мы отправляемся, денег-то нету. И вдруг в Калининграде нашелся человек, я его не встречал и не знал. И он мне выходит по интернету и говорит, вы издаете книги. Там написано, у меня объявление было, что нужно 100, кажется, тысяч, там, выкупи где-то, или 150 даже было. он говорит, я помочь вам могу. Незнакомый человек, помочь. Обычно ищут, как обманывает меня кто-то, думаю себе. Я говорю, я книги не издаю уже, все. Ну, на что-то другое. Ну, другое-то у нас миссию, я отдаю. Странное дело. И переводят деньги, в этот же день. А я иду, и знаю, когда деньги выдают, там, с собой пачка, по тысяче. И гляжу, впереди меня там выдают в банке по тысяче. А мне-то надо, чтобы мало было. Я говорю, мне бы по пять тысяч. И она вдруг на меня взглянула, и давай выдавать по пять тысяч. Вообще удивительно. Его звать Дмитрий Булкин. И мы тогда вспомнили, а я взял его телефон, он данные все дал. Он хотел нам мельницу купить, тут маленькую миниатюрную, чтобы с отрубями мы ели, не болели. Вот. И ему звонить, там Сергей Козлов сильно помог в это время. Он там все это перекидывал, все. Ему в Калининград. Раз мы едем в Калининград, надо, чтобы кто-то нас ждал. Теперь там новый эвакуатор надо. Мы полностью мертвые, недвижимые. Он звонит сам и говорит, я в Испании. Вот о психлизме. А он в это время нас звонит в Калининград, Валентина какого-то встретить, нанять эвакуатор, взять все расходы на себя, послать в Литву, вывезти машину, по сервисам, найти детали и отправить их с миром. Незнакомые люди. Я прикинул на наши общие, не могли мы так сделать или нет. Это первое, что я подумал. Но у нас есть люди, которые могут все это сделать. И нас как на руках он пронес. Ну и дальше расскажи. Так еще тут один момент. Дмитрий предлагал, чтобы мы переночевали в его доме. Вот. Но мы как-то не могли так, что хозяина нету и отказались. То есть его нету, он в Испании, там, может быть, на отдыхе, туризмом или что он там. А он руководил оттуда всем этим процессом. То есть Господь находил таких вот людей. А как он искал по магазинам, в сервисе не оказались этих деталей, а разобрали, уже нашли. Лопнута шестерня какая-то там в моторе. Шестерня привода распределительного вала. Бакерит. Это очень серьезная поломка. И при том, когда мы приехали в Нижний Новгород, где машина была изготовлена, они сказали, это не наша деталь, это ульяновская, это они. Ульянов на ногу подставил паразит. Он и мертвый нам вредил. Ну а дальше? Ну а дальше что? Почему мы не пошли? В первую очередь, наша машина и без хозяина мы так и не пошли. Она прям он, кто нас курировал, и он, ну нету, нету сервиса, она бы не отремонтировал бы. И он поехал по всем магазинам, по складам, достал детали, привез, ну и дальше. Ну а дальше тут я уже везде трехтомник, дарю инженеру, там конструктору, где. Ну выехать нам в один день надо, а впереди нас идут, ну и видно как работает. Они как в Барнауле, но и не так, как за границей работает. Ну это кое-как сдвинулись с места. И тогда пришел там начальник, кто он там ходил, большой-то который, и прямо сам подходил ремонтировать, и мужчина тот сремонтировал. Тогда и ему еще подарили. У нас везде работали книги, это как мощный таран, мы пробивали все. И в этот день мы сумели выехать оттуда. Ну а дальше уже опять Литва, Латвия, Эстония, и мы в России. На любую. Вот так. Ну ничего теперь этого нет, одна Россия, и нам нужен был хороший шофер, дальнобойщик, и Бог дал, вот Марьясов Александр Сергеевич. Нужна команда два человека, один хотя бы из прошлых. Тот настроя было, Николай Павлович Кручина, какие-то причины не может быть, это был ас. Не просто хороший дальнобойщик, а с каким-то внутренним, ну как, я неправильно можно сказать, но внутренней шоферской харизмой. Он умел входить в общение со всеми, и как наитим, заезжая в город, я спрашивал неоднократно, почему свернул здесь, он не мог ничего ответить, особенно в Португалии, в незнакомый переулок, незнакомые люди, но это именно тот человек, который довел нас до церкви, а дальше нас понесли уже. Вот это чувство, Бог вкладывает в человека. В любом деле, вот у меня отец был пастухом, он именно такой был, с детства, иметь призвание на свою даже должность где-то. Ну и надо ехать, он не едет, остались двое, я и Виктор. У Виктора тут со школы связаны, с семейным положением тут все намещается, потеряли мужика. Ну, уходит, надо искать, остался я один, а мне отовсюду звонят, ни в коем случае не выезжайте, вы назад не вернетесь. Не вернетесь. Ну и правда у меня затруднение. Слово сказать, сегодня сон видел, я вставку маленькую сделаю. У Григория Богослова, он молился когда, что-то определял, куда себя определить-то. И вдруг видит две девицы, красивые, высокий ростом, и его целуют. Ну, он монах, не целованный, наверное, был-то. Ну и он понял, мудрость Божия сошла, ему надо идти к Богу. Он, видишь, как истолковал. Я сегодня был сильно гонимый и притесняемый. Меня как будто в угол загнали, и вдруг какая-то незнакомая девица склонилась над всеми и так ласково поцеловала меня. Я сразу проснулся. Я думаю, зовет меня Господь. По-другому никак. И преклонилась, я не видел ни роста, ничего, а через всех, которые зазирали меня, отталкивали в угол, где-то меня столкнули, а я как кукла какая-то там лежу. Столкнули меня. Я я сразу, она только поцеловала, я жил, встал, и никого нигде нету. Я уже в постели встал. Ну вот, какие у нас события? Видите, они маленькие как будто, на самом деле большие. Им доехать надо до Калуги, и первый маршрут сразу идут на север. И уже договорились, где снималось фильм «Левиафан» Звягинцева Андрея, который был номинирован на «Оскар». Ну, получил «Золотой глобус» в Англии, на «Оскар» польский фильм пошел. Вот. Туда проехать надо будет. Шофер у нас нашелся. Второй Сергей, вдруг перед самым уже отъездом, ожог получил, там что-то у него сплеснулось. Я сказал, никакой роли не играет, пойдешь забинтованный. Ну, а третий, там еще один преподаватель английского языка, и он шофер. У шофера всегда должна быть замена. Мало ли еще, не нога заболела, а сам. Шоферу создать абсолютные условия для отдыха. Пораньше встали, отошли, ему дать, когда сам встанет, не тревожить. Избежать аварии можно не то, что ты конфетку съел, а отвернуть в сторону и отдохнуть. Это самое высшее лекарство для шоферов. Я правильно говорю? Нет. Все, другого нету просто. Ты можешь даже открытые глаза быть и не видеть ничего, просто спать. Я разговаривал, у меня знакомый был, профессор, ученый-секретарь университета Улески, Валерий Викторович. Его жена затеяла переезжать куда-то в Краснодар из Барнавула. Я один за рулем еду. Еду и заснул. А едет где-то там рядом река тещет. Я говорит, жене сказал, ты сиди только на меня, смотри, чтобы им надо было скорее. И вдруг вижу вот так, икона поднимается, Божья Матерь. Я, вижу у нее зрачки, сетчатку глаз, все у нее увидел-то. И она говорит, и как же ты на меня едешь? Я, глаза вскинул, а я на встречной полосе, на встречу камаз не селся. Я как крутанул и чуть не в эту реку. Вылез, ни живой, ни мертвый. Ну, помолились. Ну, он профессор. Молодой еще. И приехал когда туда, и пошел сразу в церковь, и увидел эту икону. Это Бог так делает. И сказал там священнику, а священник говорит, тебя избрал Господь на что-то. И они там сделали передачу по телевидению. Я так понял, может какие-то детальки не так, но смысл понятен. То есть иногда Бог спасает, но не всегда. Вилкерсон Давид погиб, один из самых знаменитых в современности у протестантов проповедник. Ну, 73 года или больше было ему. Видимо, заснул и... В Америке там так сделано, к слову сказать. Вот у нас, кто ездил там в Америке, если знает, вот у нас красят краской, ну, полоса где идет там, а у них какие-то выступы вот такие вот, и там горит что-то. Если ты сворачиваешь, то у тебя как будто ты по стиральной доске поперек. Я ездил с одним архиепископом, и он говорит, меня три раза спасло вот это. Старенький, маленький, у нее даже сиденье поднято, он вот такого вот роста. Сенкевич, архиепископ Антоний Лос-Анджелоский-то. Я, говорит, она когда затрясла машину, то я глаза открыл, открыл и сразу вернулся на свое место. Ну, у нас, видимо, не дошло до этого. Есть уже, да? Мало, но есть. Но у них интересно, ты когда едешь, через каждый, ну, я примерно скажу, может, километров через пять, там, мили эти, столб, и висит книга со всеми телефонами, где скорую вызвать, и все, на цепочке привязано. А справа полоса одна, а она не асфальтирована. И написано саушолда, мягкое плечо. То есть на плечо тебя возьмет здесь, ты съедешь, тебя не задавят, можешь ремонтировать, звонить попутно. Если переезжаешь через горы, то тебя не пропустят, пока не взвесят. То есть, сила у тебя есть или нет, переехать. И везде там остановки, доправка, водой там и прочее. То есть, заботятся о людях. А если у тебя излишний вес, еще скинешь на складе, не пропустят, а потом приедешь, второй раз заберешь. А я поеду так. Не проедешь, а во-вторых, не поднимешься. Анды, горы. Нам надо все брать на себя, нас кто не позаботился. Американцы, они вот, рот разинут, смеются, а нам нужно рот сжатый иметь. Мы ожидаем подвоха от правительства, от священников, от всех. Нам некогда смеяться. Нам нужно напряженно жить. Вот маленькая вам утренняя зарядка. Ну, ночью, что у вас было? Звезды. Урока, это урока. Урока? это урока. Да. Так, мы с вами переписывались. Вы книги получали? Нет. От меня ни одной книги не получали? Нет. Угу. Ну, за телескоп мы постараемся рассчитать. Ну, просто для интереса, сколько он стоит в магазине? Есть разные. Примерно. Сколько? Скажем так, ну, примерно. Ну, может, не надо, сын. Ну, я прошу сказать, у нас все прозрачное. Ну, пять-шесть тысяч. Пять-шесть тысяч. Пять-шесть тысяч. Ну, я для себя просто знать, какие подарки нам люди дают. Ну, не нам, детям. Так, кто не ходил ночью, сегодня не смотрел. Выйдите сюда. Вот так. Это будущее хранительница очага. Вот представься себе. Когда муж встает утром, у тебя на столе все уже должно дымиться. А не так, что каждое утро ничего нет и ищет, что разогревать. Хозяйки, уж я никак не ожидал. Чего ж ты так? Подняли меня. Ну, мальчики, это понятно, там на работе долго задержался в конструкторском бюро. А что, почему не встала-то? Ну, спать хотела. Спать хотела. Ты многое проспала. А ты почему? Ну, у меня голова болела, я спать чуть. Это, извинительно. Хорошо, как только голова выздоровеет, пока не уедешь, снова вас поднять надо будет. А ты почему? Спать хотела. Спать хотела. Я другого от тебя не ожидал. Значит, измени обстановку. Тебе нужно быть добрее их в несколько раз. Запомни мои слова. У них есть на что-то надеяться, они надеются на одно, на другое. На что женщины надеются? Тебе надеяться не на что. Ни почему у тебя никакой надежды. Ты сама должна пробивать себе дорогу. И поверь, что никто тебя не будет зазирать, если ты будешь ласковая, внимательная, и молва будет о тебе идти. Тебя искать будут. Голубушка, иди с Богом. Так что вы имейте ввиду, следующее, если заход будет, когда небо будет готово для этого, чтобы луны не было, и тучи не было. Вопросы? Платочки. За стол. Вопросы? Вопросы? Вопросы, глядя, Кирилл, не надо ничего двигать, не надо ничего двигать. Надежда Васильевна, или за стол, или уходи с глаз. Так быстро садитесь. Мужчины, сестры, занимайте свои места, согласно купленных билетов. Так, поскорее. Так, пустое место, вот эти маленькие переместите сюда. Вот это не трогайте, перемещайтесь сюда. Туда, дальше, переходи. Так, а вы маличка подальше. Рядышком, садись. Ну, стои, чтоб на вас от всех не упало, маленькая нитка. Все нормально, вошло. Вот еще места хватает. Так, сегодня у нас три дежурных. Аминь. 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 Кто-то не перекрестился. Снова. Не занимайтесь ничем. Внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Благослови Господи. Во славу Божию. А ну-ка, давайте, один раз вспомним наш лозунг. Внимание. Россия должна встать. Россия – это мы. Понятно. Жалко, что не видит Владимир Владимирович Путин. Какое поколение для России вырастает. Пусть бы кто-то сообщил ему. И приехал к нам гость. Мы его примем по первому классу. Вместе с Патриантом. Увидит приглашение теперь. Может, у кого-то связи есть, пускай. Сейчас попросим. Слепой водички. Давайте. Осветный стол. Я много времени трачу, так что придется вам поесть и подождать. А мне потом поставишь. Другим передавайте. Вот это вот парень. Так, вот святую воду ложкой берите. А Тату, ты подожди-ка я маленько хлебну. Так, святую воду. Передавайте. Воду святую дали. А вот ложка есть. Вот ложка есть. Так, святую воду пейте. Все пили? Да. И тут пили пошли. Передайте другим по картошке возьмите. У кого нет ложки? У меня. У тебя она есть. Теперь есть. Надо хлеб еще? Конечно. Да знаю. Спасибо, Христос. Владимир Николаевич. Да. Так. Спасибо.